Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет снова болтологическое видео, и поболтать я с вами хочу на тему работы. Ну, во-первых, ответить на вопрос, кем работала я, какое у меня образование, а также высказать свое мнение по поводу того, должна ли женщина работать или не должна. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Мне поступил запрос на эту тему, в общем, одна девушка мне написала, мне уже достаточно давно поступает запрос на тему, должна ли не должна женщина работать. Вот, я, конечно же, с удовольствием снимаю, скажем так, мой видеоответ на эту тему. Вообще, я очень люблю, когда вы делаете мне запросы, я с удовольствием снимаю каждое видео, которое вы меня просите, так что все остальные запросы у меня тоже записаны, так что я ничего не забываю, обязательно все-все-все буду снимать. И кто хочет вообще какие-то видео от меня, обязательно пишите, и я с удовольствием буду снимать. Ну, давайте уже перейдем к теме. Это первое, на что я хочу ответить, это мое образование, сфера деятельности, то есть кем я работала, когда я работала и работаю ли я сейчас. Я уже в одном из своих видео говорила, что я сейчас официально безработная, то есть после того, как закончился декретный отпуск с моим вторым ребенком, это, получается, был конец апреля, я написала заявление и уволилась. Получается, у меня я ушла в декрет с первым ребенком, когда моему первому сыну не было еще трех лет, я забеременела вторым, там какой-то промежуток между, скажем так, отпусками, я выходила на работу, ну, чисто так, потому что, понятно, работодатель не может меня уволить, чтобы, ну, скажем так, чтобы капал стаж, или как это называется, в общем. И потом я снова ушла в декрет и, соответственно, сейчас уволилась. Значит, что касается моего образования, где я работала, кем я работала, сюда же я отнесу, где я живу, вы все знаете, я всем отвечаю, я живу в городе Санкт-Петербурге, в его пригороде, недалеко от самого города, но я хочу сказать, я не знаю, вы, может, подумаете, что здесь нету ничего такого, но я не хочу такую информацию о себе, ну, скажем так, выносить, да, то есть я не хочу поговорить такую информацию о себе, в том числе, что касается моего мужа, кем он работает, где он работает, и кто он по образованию, и так далее, и тому подобное. Обо всем этом я, честно, ну, вот на сегодняшний день не хочу говорить, потому что, ну, считаю, это уже такой, наверное, очень личной для меня информацией, хотя здесь нет ничего такого, да, я соглашусь, но я даже, более того, я даже считаю, что это информация ненужная для моего канала, потому что сфера моей работы и образования – это менеджмент. То есть с тем, что я делаю сейчас, это не связано никак. То есть я работала менеджером, да, и могу только назвать сферу, в которой я работала. Это были две сферы. Первая – это строительство, все, что с этим связано, и вторая сфера – это, с которой я ушла, это полная противоположность, это была косметика, но не каталожная косметика, это была профессиональная косметика, которая поступала в салоны, вот в эти вот, ну, не медицинские центры, то есть не медицинская косметика, да, а вот именно, ну, в общем, салоны красоты, я думаю, вы поняли, это касаемо профессиональной косметики в основном для волос. Основная часть этой косметики – это была для волос, поэтому в этой сфере я тоже немного разбираюсь, ну, потому что я работала именно в той области, где я не совсем соприкасалась с ассортиментом, но, так сказать, всю эту историю изнутри я знаю, я все это прекрасно понимаю, и оттуда как раз-таки началась моя любовь к профессиональной косметике, и оттуда началась моя нелюбовь к органической косметике. То есть есть небольшие знания, если вам интересно, я могу с вами поделиться, с удовольствием это сделаю, может быть, кому-то это будет интересно, напишите мне об этом в комментариях. Ну, сфера строительства, я не знаю, что там может быть интересное, я больше, то есть не строительство высотных зданий, да, хотя и в этой сфере немножко, а именно больше вот строительные материалы какие-то, вот эта вот вся вот эта вот история, вот там я работала. Я работаю с 18 лет, работала с 18 лет, и, в принципе, с 18 лет кормила, содержала я себя сама. Значит, я думаю, с этим вопросом все. По поводу психологии. Очень много мне говорит, очень много мне спрашивает кто, даже кто-то писал, что я там какой-то по образованию психолог, а сама прикидываюсь там обычным человеком, и вот сижу всякую ерунду рассказываю. Нет, у меня нету психологического образования, но я работала в сфере менеджмента. Естественно, психологию там проходят, и более того, я ходила на, правильно это называется, тренинги, то есть такие некоторые курсы повышения квалификации, да, они были связаны, это, естественно, психологические тренинги, да, то есть это напрямую завязано с психологией, вообще любые продажи, любое общение с людьми, это всегда завязано на психологии, и я работала даже в такой сфере, как отдел претензий, то есть я именно занималась разбором каких-то конфликтных ситуаций, может быть, поэтому я такая спокойная, потому что у меня, конечно, есть, ну, скажем так, выработана вот эта вот выдержка в конфликтных ситуациях. И проходила я тренинги, связанные с эффективностью продаж, это основная масса, но также были тренинги по манипуляциям и по конфликтным ситуациям, и я могу сказать, что по конфликтным ситуациям, кстати, было достаточно много, так как я работала как раз-таки в этой сфере, и я могу сказать, что, кстати, преподаватели, которые вели вот эти тренинги, они мне говорили, что девушка, идите, учитесь на психолога, это прямо ваше, это прямо вот вам туда нужно, и очень много, кстати, кто мне говорил именно об этом, даже девушка, которая работала у нас, она была по образованию психолог, ну, там какой-то психолог, я уже не помню, там какие-то направления у них есть, и она мне тоже говорила, Наташа, иди в психологию, это прямо твое, ну, возможно, да, я не спорю, возможно, может быть, когда-нибудь я об этом задумаюсь, но на сегодняшний момент нет. В плане вот этих моих тренингов, значит, ну, эффективность продаж, здесь все понятно, более того, я, наверное, сейчас, так как проходила подобное образование, вообще работала в этой сфере, я могу сказать, что я, наверное, самый ужасный покупатель, который только может быть у продавца, это как раз таки я, я не конфликтный человек, но я самый ужасный покупатель, вот, ну, это что касается, да, сферы эффективных продаж, что касаемо сферы манипуляции, и разбора конфликтных ситуаций, вообще конфликтные ситуации, конфликтные люди, и все, что с этим связано, если вам интересно, я могу вам об этом тоже рассказать, обязательно напишите в комментариях, и вот как раз таки вот эти тренинги, они очень хорошо помогают в жизни, очень сильно хорошо, и я думаю, что эти тренинги, они мне вообще во многих жизненных ситуациях помогали, и они, может быть, именно дали мне вот такой толчок, к тому, что вот я стала такой, более спокойной, да, ну, вот какие-то, производить какой-то психологический анализ в себе, да, ну, где-то так, что-то примерно такое, вот, так что, если вам эта тема интересна, тоже напишите мне, я с удовольствием с вами поделюсь тем, тем, что я помню, потому что у меня никаких записей уже, конечно же, не осталось на эту тему, лекции и так далее, ну, это просто тренинги, это что, это просто там дяденька, психолог сидит и рассказывает, там, что-то записываешь, что-то не записываешь, и какие-то практические моменты обыгрываются, в принципе, все. Ну, и давайте уже перейдем к вопросу о должна ли женщина работать или не должна. В этом вопросе, честно, я вам отвечу, я достаточно жесткий человек, и я считаю, что женщина не должна работать. Точнее, она может идти работать, но только если она сама этого хочет, если у нее есть на это время, и если, ну, вот, знаете, вот она такая слоняется по дому, куча бабушек, нянюшек и так далее и тому подобное, и вот она, ну, вот делать нечего, пойду-ка я поработаю, да, почему бы и нет. Вот в таком случае, да, окей, и то это даже, я считаю, для женщины больше не работа, а хобби, это как, не знаю, способ общения и что-то в этом духе, то есть я все равно считаю, это не работа. И при этом желание пойти на работу женщины не должно быть привязано к финансовому вопросу семьи. Я в этом убеждена на все 500 миллионов процентов, и переубедить меня в этом просто невозможно. Я за классическую версию семьи, это тогда, когда муж – добытчик, а женщина – это хранительница очага. По-другому я не вижу семью, честно. И более того, я могу сказать, что другого мужа у меня просто не могло быть, потому что это вот мои, не знаю, жизненные принципы, наверное, да. Ну и, соответственно, именно поэтому я не работаю, я нахожусь с детьми дома, я занимаюсь домом, бытом, детками, ну и свой канал на ютубе, но я не скажу, что это работа, для меня это вообще не работа, это даже не то, чтобы хобби, а это скорее такой некий ресурс, где я могу общаться, где я могу находить людей с подобным мне мышлением, то есть своих единомышленников, общаться с вами. Я поэтому именно с удовольствием общаюсь с вами в комментариях, и даже, наверное, больше для общения. То, что идет бонусом, окей, супер, я только счастлива. То же самое я здесь же оговорюсь, это по поводу бюджета. Я считаю, что те, которые, денежку, которую заработал муж, это деньги семьи. Ту денежку, которую заработала женщина, это ее личные деньги, и она вправе распоряжаться, положить их в копилку, в семью, или потратить на себя, потратить на детей, на мужа, на дом, еще куда-либо. И вроде бы моя позиция супер, и все замечательно, и все хорошо, почему бы и нет, да? Но есть такой момент, который тоже мне писали, я все подглядываю в свою записанную книжечку. Это момент, связанный с тем, что реакция окружающих, на то, что женщина работает или не работает, что женщина должна или не должна. Я считаю, что женщина, единственное, что она должна, это быть хранительницей очага, рожать, воспитывать детей. Окей, есть ситуации, когда женщина не может родить ребенка, но в любом случае, она должна быть хранительницей очага, она должна быть за мужем. Я не понимаю те семьи, в которых женщина тянет всю семью на себе. Честно, у меня в таких семьях сразу возникает вопрос к мужчине. И таких мужчин, которые сидят на диване, и тут я поясню сразу, что я не беру какие-то жизненные ситуации, какие-то, не знаю, проблемы со здоровьем, бывают моменты, конечно же, когда муж работал на заводе, закрылся завод, не найти работу. То есть вот такие вот моменты, которые вот такие стрессовые для семьи ситуации, я в этом случае не беру. Также я не беру, когда женщина в разводе, не дай бог, вдова или еще какие-то моменты. Я беру стандартную, классическую семью, когда муж работоспособен, и жена тоже, в общем, все хорошо в семье и в взаимоотношениях. Так вот, когда женщина тянет все на себе, у меня всегда вопрос вообще к мужчине. А мужчина ли ты? Потому что я считаю, что настоящий мужчина, я подчеркну 500 миллионов раз слово мужчина, он не позволит своей женщине впахивать от зари до зари. Потому что женщина, которая работает, и которая имеет семью, которая имеет детей, она не только ходит на работу и приходит, ложится на диванчик и отдыхает, а она еще продолжает работать дома. Потому что быть домохозяйкой, мамой, хранительницей очага – это такая же работа, как иметь просто профессию. Только работа мамы, домохозяйки и жены – это работа 24 на 7, которая не имеет праздников, выходных и зачастую времени на ночной сон. Мы все, у кого есть детки, я думаю, все со мной согласятся, что это порой даже сложнее, чем просто ходить в офис на работу. Поэтому я искренне считаю, что настоящий мужчина, любящий, заботливый, он будет оберегать свою женщину, он будет хотеть, чтобы она была красивой, отдохнувшей, довольной, удовлетворенной. И именно поэтому он не позволит своей женщине впахивать от зари до зари. Это мое личное мнение. И такой еще тоже момент, который меня запрашивали, это по поводу мнения окружающих, на то, что работает женщина или не работает. Вообще, я очень хочу снять отдельное видео о своем отношении к мнению окружающих. Но это будет в отдельном видео. А здесь я могу вам сказать только одно. Вы, прежде чем вообще сомневаться, стоит вам работать или не стоит вам работать, вы подумайте, ну, в первую очередь о том, что если, допустим, то, что вы не работаете, связано с вашими детьми, да, с наличием детей, одного, двух, трех, неважно скольки, то вы просто задумайтесь о том, что, ну, когда детям будет 20 лет, это 18 даже, вот у меня племянник, ему 14 лет, им уже никто не нужен. Им не нужна ни мама, папа, вот он живет сам себе, у него все замечательно, хорошо. Понятное дело, что нужно и в финансовом вопросе, в плане еды там и каких-то таких моментов, но в плане психологической составляющей этого вопроса уже не сильно нужны, да, что дети растут. И почему вот бабушки, дедушки любят внуков больше, чем своих детей, а это правда, потому что у них уже есть возможность проводить с внуками больше времени. Они уже оглядываются назад и понимают, что пока их дети росли, они работали, да, и возможно где-то даже какая-то вина в том, что где-то недодали, где-то недолюбили, где-то еще что-то, да, и, ну, воспитание детей, я считаю, день, денежный вопрос, он, конечно же, важен, но он не стоит на первом месте. Поэтому я считаю, что пока дети маленькие, можно без зазрения совести сидеть дома, тем более если есть такая, опять же таки, возможность, да, и заниматься воспитанием, обучением и так далее, и тому подобное, посвящать себя своим детям. Но в то же время все-таки я считаю, что у женщины, если она находится дома, должно быть что-то не касаемое дома, да, какое-то занятие, пусть это будет чтение книг, пусть это будут, я не знаю, какие-то прогулки в одиночестве по вечерам или какое-то, не знаю, рукоделие или еще что-то, но она должна чем-то заниматься, чтобы ее будет отвлекать от бытовых дел. Она будет интересней, интересней для себя, интересней для мужчины и в этом случае она не будет стоять на месте и будет какое-то развитие в той или иной степени. Это тоже на самом деле очень важно, потому что когда кругом пеленки-распашонки, ну, достаточно тяжело не увязнуть в этом по уши, скажем так. И второй момент, непосредственно касается мнения окружающих, заключается в том, что, ну вот смотрите, если вы пойдете работать, да, даже если у вас будет куча нянюшек, бабушек, дедушек и всего остального, кто будет находиться с вашими детьми, люди будут про вас говорить, ну, не все, конечно, да, я таких про доброжелателей, говорить, что, ну, вот, тоже мне мать бросила детей, детьми не занимается, с детьми не общается, постоянно работает, постоянно на работе, с детьми только бабушки, дедушки, вот ребенок заболел, она даже, она все равно поскакала на свою работу и так далее и тому подобное, о том, что там у вас какие-то для этого есть мотивы и так далее и тому подобное, об этом никто, конечно же, думать не будет и не собирается. Просто вот вы плохая. И второй момент, это когда вы не идете на работу, вы находитесь дома, занимаетесь полностью детьми, домом, бытом и так далее. И в этом случае вы тоже, да, ну, как вот я, есть такое слово, которое я очень часто слышу, прям любимое слово, это обабилась, да, то есть вот она сидит, ничего не делает, именно вот сидит, это подчеркнуто, да, ничего не делает, вот она там и так далее и тому подобное. Ну, вот, то есть при любом раскладе для многих вы будете плохой. Поэтому я считаю, что женщина должна решать сама, идти ей на работу или не идти на работу. Но денежный вопрос не должен стоять у женщины. Женщина не должна думать о том, где взять деньги, на продукты, на покупки, еще на что-то. Об этом должен думать мужчина. И позволяйте своему мужчине быть мужчиной. Благодарите его. Ведь благодарить, это не значит унижаться. Благодарить, это значит благу дарить. Так что, вот такая вот моя достаточно твердая, я бы сказала, позиция. Другие варианты я не рассматриваю, ну, кроме как моментов, да, когда что-то, какие-то происходят форс-мажорные ситуации. Но я считаю, что даже в таких ситуациях мужчина должен быть мужчиной. Потому что по-другому, зачем тогда женщине выходить замуж? Вот зачем? Объясните мне. Я вот этого вообще не понимаю. Если она будет родить от мужчины детей и будет потом тянуть и детей, и мужчину, и дом, и быт, и все остальное. Зачем она тогда выходит замуж? Для того, чтобы родить детей, с нашей современной медицины можно родить детей и не имея мужчину. И вообще можно родить ребенка, не выходя замуж. Да? Для любви и для здоровья, окей, да, для любви и для здоровья можно встречаться два-три раза в неделю с мужчиной, и не обязательно с ним вообще жить в одном доме. Да? А зачем она выходит? Для того, чтобы получить себе лишние проблемы? Я вот этого честно не понимаю. Это моя такая четкая позиция. Она у меня была уже достаточно давно. То есть я четко понимала, что я выхожу замуж за мужчину. Я буду за мужчиной. И многие мои проблемы должны перейти на мужчину. Я за него, поэтому и выхожу замуж. И, соответственно, я на себя беру какие-то его проблемы, да? Ну, бытового плана, скажем так. А он уже более такие какие-то глобальные. Ну, вот у меня какая-то такая позиция. Так что я желаю всем девушкам любить себя, не слушать никого, действовать именно так, как вы считаете нужным, так как подсказывает вам ваше сердце. И любить своих мужчин, любить себя. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Стоит, не стоит женщине работать. Всех люблю, целую. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok